Выдавать псевдо-исламские такие лозунги. Ну что, что, вы тянете к этой теме? Мне очень хочется, ну правда, очень хочется услышать настоящую историю. Есть попытки вторжения. Опасно незнание. Арабо-мусульманский мир понимает ситуацию в России. Скромность, стойкость, доброта. Наши традиционные ценности, ценности, они одинаковые. Саламу алейкум у рахматуллахи в баракату. Дорогие наши зрители, мы приветствуем вас на проекте Азбука Ислама Международной Исламской Миссии. Мы поговорим об исламе в современном обществе понятным и простым языком. Наша цель – дать вам почву для размышления, а выводы делайте вы сами. Мы готовы с вами общаться, поработать. Хочу представить наших гостей сегодня. Это слева от меня Арсен Кайгермазов, руководитель общественного объединения северокавказской молодежи. Он будет у нас нашим модератором. С правой стороны от меня сидит прекрасная наша сестра Елена Клевцова. Она является главой проекта «Арабский без границ». Преподаватель арабского языка. Сейчас я бы хотел передать слово нашему ведущему Арсену Кайгермазову. Ассаламу алейкум всем. Доброго дня. Друзья мои, сегодня у нас состоится интереснейшая беседа, в которой я, как наименее образованный из присутствующих здесь, буду играть роль того самого коварного зрителя и комментатора. У нас серьезная тема, которую мы хотим поднимать в наших подкастах, поскольку мы в этом всем заинтересованы, поскольку мы хотим, ну, даже, наверное, доказать плохое слово, да, а просто рассказать, что ислам и все, что с ним связано, это несет свет и несет в первую очередь приятные эмоции, хорошие истории, великолепное настроение, потому что светлая религия, которую мы исповедуем, не может нести ничего другого. Сегодня у нас тема – это арабский язык. Да, арабский язык – это, наверное, ну, один из ключевых факторов в нашей религии. Если вдруг я что-то говорю не то, вы меня сразу поправляете, но в моем понимании, я еще раз говорю, к моему стыду у меня нет образования, которое позволяло бы мне говорить о религии с ученого. Я простой обыватель со скромными двумя светскими образованиями, но в моем понимании арабский язык – это некий такой ключ, ключ к исламу во многом, да, как бы и для меня. Честно скажу, эта тема очень непростая, потому что, с одной стороны, мне всегда говорят, вот ты мусульманин, да, мне говорят, значит, ты должен знать арабский язык. И как только я говорю, да я бы его рад, а можно мы бы поучим, меня начинают так запугивать, что даже моя фамилия, которая переводится как «неунывающий», меня не спасает. Мне начинают говорить, Елена, что для этого необходимо быть как минимум действующим кандидатом наук и иметь очень много свободного времени. Поэтому, наверное, вот от меня будет к вам как экспертам несколько вопросов. Первый, во-первых, зачем мне как мусульманину нужен арабский язык? А вот так неожиданно и выйдут. Зачем мне, вот как практикующему мусульманину, знать арабский язык? Шафик Ауиасович, а помните, вы мне рассказывали историю, когда-то вы... Это круто мы переводим, да, друг на друга вопроса? Шафик Ауиасович, а помните, вы мне рассказывали историю, как дедушка учил вас арабскому языку еще в советские времена? Да. Я хочу сказать так. Верующий человек, мусульманин, конечно, для него основной книгой, основным ориентиром является Коран. Является Коран. Всевышний наш создатель не спасла священную книгу Коран на арабском языке. Если вспомнить историю Ниспослания, арабский язык сам по себе имеет уникальные черты, уникальные черты. А если взять язык Корана, то язык Корана, конечно, это удивительное строение арабских предложений. И вот, для того, чтобы человек постигал эту священную книгу, верующий мусульманин, хорошо ему изучать арабский язык. Конечно, сегодня мы можем говорить, что есть много переводов, но для того, чтобы с оригиналом ознакомиться, ознакомиться, стоит изучать арабский язык. Вот здесь верующий человек, и прежде всего, во всех семьях, если даже мы не изучаем арабский язык с переводами смыслов, для того, чтобы знакомиться с оригиналом текста священного Корана, мы изучаем язык. Знакомимся, можно сказать, с этим языком. Да, я рассказывал, и вот в наше время, в советское время, мы обучались с 9 лет арабскому языку, мы изучали сперва, знакомились с арабским языком, ну а дальше, для того, чтобы читать священный текст Корана. Ну а дальше, если у человека возникает желание продолжить свою учебу, если у человека возникает желание получать образование, исламское образование, конечно, нужно уже арабский язык изучать более детально, со всеми нормами, со всеми правилами разговора, общения, переписки с людьми. Таким образом, конечно, человек, желающий знать себя, как верующего человека, чтобы идентифицировать себя, у него прежде всего происходит знакомство с арабским языком. Шафик, а помните, Вы говорили, что еще тогда было запрещено изучать арабский язык официально? Да, это, конечно, не только в нашей семье это было, это было характерно во всех семьях, где родители или прародители имели желание, чтобы их дети или внуки знали свою религию, изучали свою религию, изучали священный Коран. Скажу так, у моего дедушки было 9 детей, все они изучали Коран, изучали удивительным способом, ну, как в подполье, можно сказать. Отец нам рассказывал, как дедушка обучал их арабскому языку, знакомству с арабским языком. Это они при свечах, можно сказать, да, при керосиновых лампах, они сидели на своих койках и изучали арабский язык. Как только тогда следили за такими семьями в Советском Союзе, в раннем Советском Союзе, и если вдруг заметили бы, конечно, главе семьи не поздоровилось бы. Поэтому все это проходило подпольно. Такие же явления были и в Дагестане, и в Чеченской республике, даже включая и Узбекистан, до того, как в 1943 году не было дано разрешения на открытие, официальное открытие Бухарского мадресе, выпускниками которых стали многие и сегодняшние религиозные деятели Российской Федерации. Шафик, а ведь тогда не было учебников, ведь учили, можно сказать, из уст в уста, да? Там тогда были рукописные учебники. Арсен, посмотрите, вот еще буквально недавно фактически не было учебников арабского языка, и обучение арабскому языку происходило при свечах и при керосиновых лампах. И сегодня, когда мы слышим от людей, у меня нет способностей к изучению арабского языка, то для меня лично это звучит немножечко натянуто, потому что при желании всегда можно выучить язык. Сейчас есть не только учебники, но и интернет. Есть возможности, просто все открыты. Окей, после того, как мы все-таки узнали о свойствах арабского языка, возникает вопрос. Давайте поговорим чуть-чуть шире. Вот исламская культура, да? Я, к стыду своему, опять-таки не силен в ней, к сожалению. Я читаю на русском языке, соответственно, я читаю то, что переводят. Очень мало. Может, я с ними сталкиваюсь, может, вы мне сейчас как раз подскажете. Я бы с удовольствием почитал какие-то книги. Вот что такое для вас исламская культура в широком ее понимании? Мне кажется, туда же наверняка входят какие-то произведения. И какие-то... Что это для вас? Что такое исламская культура для вас? Она ориентирована, прежде всего. Есть удивительные такие явления в жизни. Об этом можно много говорить. И можно и специалистов привлекать. Но исламская культура сформирована, опять же, да, формируется на основе норм ислама. Норм ислама. Исламские нормы, они имеют свои. Но, тем не менее, тем не менее, исламская культура оставила свои следы, уникальные следы. В чем это я вижу? Прежде всего, в архитектуре. Вот архитектурное наследие. Архитектурное наследие также сопровождается надписями на здании, то, что мы называем культовые здания. Арабская культура выражается в удивительном проявлении росписи. Именно на арабском языке это тоже целый пласт. Это отдельное направление в исламской культуре. Шелико Васильевич, а вот вы заговорили об архитектуре, у меня сразу возник вопрос. Ну, наверное, безусловно, для нас в России самый яркий элемент, элементы неправильного слова, да, но самое яркое, что можно сказать о архитектуре, это мечети. Есть у вас на территории России, а может быть, и не на территории России, любимая мечеть? Честно я скажу, сейчас я не смог бы выделить вот одну мечеть, почему? Потому что уже в новейшей истории России построены столько мечетей с уникальной архитектурой. В каждой стране, в каждой стране строятся мечети с неким даже национальным колоритом, но при соблюдении, конечно, всех норм ислама. Если только, к сожалению, у нас в период советского правления не оставались такие здания, но, тем не менее, допустим, есть у нас здание 1902 года, оставалось здание. Во Владикавказе очень красивая мечеть. Вот, во Владикавказе, конечно, Владикавказская мечеть, она тоже дореволюционная, она считается мамлюкской архитектурой, считается, вот, Суницкая мечеть, да, она считается мамлюкской архитектурой. А вот, конечно, невозможно без трепета говорить о мечети в Санкт-Петербурге, но это уже имеет интересную азиатскую такую вот эту архитектуру петербургской, причем потому, что петербургскую мечеть-то строил последний бухарский эмир. Вот, поэтому вот тоже, да, по этим мечетям можно, конечно, и исторически они очень интересные, вот, естественно, можно говорить о мечети в столице Татарстана, в Казани, на территории Казанского Кремля. Так что... Не выделить одну мечеть, я уже понял, Шеф. Да, выделить невозможно. Есть у вас какая-нибудь любимая, вот, ну, так, что вот, самая красивая, которая у вас? Дело в том, что для меня исламская культура в первую очередь связана с Египтом. И мы очень интересно познакомились с Шафиком Ауэсовичем. Он позвонил, чтобы узнать, что я знаю про мечети мамлюков в Каире, потому что я тогда снимала серию роликов про эти мечети, и я сказала, я знаю ровно то, что я показывала в этих роликах. Но он был убежден, что я знаю больше. Чтобы вы не всё сказали, да? Да. И так завязалось наше знакомство, да, посвящённое мамлюкским мечетям. Что для вас культура исламства? Самый яркий, по вашему мнению, компонент. Именно арабский язык стал для меня ключом уже в этот мир, в эту культуру. Сначала это было знакомство с исламом в Египте, и потом уже в России. Потом. И я скажу, что египетский ислам, он изначально очень мягкий. То есть не то, как, возможно, мы его представляем, а он, наоборот, очень такой семейный, добрый, и в нём много, можно сказать, даже почти христианских ценностей, потому что египтяне, они суфии изначально. И потом уже новая исламская волна последних десятилетий, она тоже немножечко захлестнула Египет, и там изменились понятия в последние годы. А я видела ещё старых людей, старых египтян, которые жили, знаете, они как говорят, по токлиду. Токлид – это традиции, по традициям. И вот эти вот мягкие, лёгкие, добрые традиции, они как раз приняли когда-то моё сердце, и с тех пор, в общем-то, я стараюсь им следовать. – Да, вот это очень интересно. Я сейчас хотел бы сказать, сделать акцент на то, что сказала Елена, токлид, вот традиции, да. Конечно, сказать, что традиционный ислам, нетрадиционный ислам – это понятия такого нет, но нужно понимать, что. Ислам имеет, вот исламская культура, исламская религиозная философия, она имеет уникальную способность, способность сочетаться с традиционной, традиционной, этнической культурой того или иного этноса. Это удивительное явление, и даже при формировании норм ислама, вот одним из аспектов берётся этнокультура, традиционное право, обычное право того или иного этноса. Поэтому-то и складывается такое понимание того, что если человек не занимается, допустим, вот этой самой религией, у нас многие политики говорят, у нас есть татарский ислам, у нас есть чеченский ислам, дагестанский и т.д. Это можно вот так воспринимать, на самом деле этого нет. Но почему так воспринимается? Почему? Потому что нормы ислама, они не внедряют, не входят в культуру того или иного этноса, уничтожая всё, что касается этого этноса. Происходит органичное, удивительное органичное сплетение этнокультуры и религиозной культуры. Вот в чём. Вот это достоинство, огромное достоинство исламской культуры. Кто как воспринимает это его дело? Вот. И сейчас я могу сделать акцент на то, что говорит его святейство, патриарх московский и всеяруси Кирилл. Он говорит, что христианство является культура, образующим фактором у русского народа, у русских. Точно так же мы можем сказать, что сочетание, органичное сочетание этно-религиозной культуры у народов, исповедующих ислам в Российской Федерации, вот это органичное сочетание является основой сегодняшней культуры. Не зря же и Владимир Владимирович говорит. Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода нашего общества. Вот и все. И вот таким образом, таким образом, ислам не является неким чуждым проявлением у тех народов, которые исповедуют эту религию, а ислам становится, как бы, да, объединяясь с этнокультурой, дальше, вот в такой прогрессии способствует дальнейшему позитивному развитию того или иного этноса, того или иного народа, который исповедует эту религию. Это вот удивительная особенность исламской культуры. А как вы думаете, ну, от синтеза, это же непростая история, да, потому что, ну, будем откровенны, традиции это, с одной стороны, очень гибкая вещь, то, что еще 40 лет назад нельзя было представить, сегодня уже обычай. Где-то наоборот, обычай, который родился 40 лет назад, видоизменяется, и спустя эти же 40 лет он уже вредит народу, да. Как бы самый, наверное, такой яркий случай, вспомните, как вот вопрос с кульками. А тут, наверное, все ребята с Кавказа меня поймут. То есть, когда там раньше человек приезжал, и его надо было накормить, просто накормить, потому что он ехал с другого села, ему надо было 60 километров пройти по горам. Постепенно выродилось в историю, когда у нас накрывали столы, ну, на свадьбу, наверное, какие столы не накрывали, как на похоранах. Но вот кто в идеале должен следить за вот этим синтезом, чтобы ислам не уходил в традиции, оставался исламом, но в то же время не губил те традиции, которые еще живы и которые приносят пользу. Если вы понимаете, это есть устоявшиеся традиции. А то, о чем вы говорите, эти вопросы возникали со временем, и они связаны, эти вопросы, со временем состояния, в каком состоянии находился тот или иной народ. Это достаток. Достаток, ну, после, допустим, Великой Отечественной войны люди не жили в достатке. Тогда приходили кормить. А когда появился достаток, люди стали, ну, это садапа. Да, излишество в исламе не допускается. Надо, конечно, за этим должны следить и мамы. С этим я соглашусь. Это мы можем отдельной такой темой. Но связывать это с традицией тоже не стало. Ну, вот это же такая тонкая грань. Я думаю, если в руках нашим зрителям это будет интересно, они нам обязательно напишут комментарии. Я думаю, это для отдельной передачи прям такая животрупещущая история. Конечно, это жизнь, это, да, это явление, о котором можно говорить и нужно говорить. На самом деле, то, что сейчас Шафика Уесович озвучил, для меня это было всегда таким интуитивным вопросом, на который я так и не могла найти ответ. Вот сейчас только я его услышала уже в окончательной формулировке. Потому что я видела египетскую культуру и вот эти переплетения народности и исламских норм. И мне это настолько понравилось, мне это настолько засело в душу. Потом я приехала в Россию. Я, ну, естественно, я изначально родилась в России. Просто я приехала в Россию через 20 лет после жизни в Египте. И я увидела, что российский традиционный ислам, он очень похож на египетский. Потому что он хранит вот эти традиционные ценности, семейные, дружественные связи и так далее. Но с различным окрасом. То есть у египтян немножко свое, у русских немножко другое. Но и там, и там присутствует в основе доброта, какая-то любовь, прощение. То есть такие простые вещи, которые как раз вшиты в ход национальный. И здесь ислам является для них такой поддержкой доброй, хорошей. И вот Шафик очень здорово это сказал. Я сейчас поняла, что действительно, ведь действительно, вот как уникально это дин, то есть ислам, он органично поддерживает каждую культуру в своей уникальности. Настолько это здорово. И вы знаете, мне кажется, вот еще ответом на вопрос, как нам не скатиться чисто в традиции. То есть традиционности всякой разной много. Ведь можно же сказать, что в том же Египте там есть и культура идолопоклонства, идущая из Африки и так далее. То есть там много тоже всяких вещей странных. И в России тоже много всяких традиций, в том числе советских там и других. Как нам не скатиться в традиции и не начать им потакать и уже подтягивать там исламские мерки под наши традиции. Я считаю, что здесь как раз ориентиром является знание арабского языка. И корни арабского языка, они нам указывают на ключевые понятия, которые исказить невозможно. То есть если мы берем любой арабский корень, мы его начинаем изучать, и мы понимаем, а вот что изначально это значит. То есть ты не можешь просто уйти от истины, если ты постиг просто самые простые корневые понятия арабской культуры. То есть это все хранится в чистом арабском языке. Почему вот, кстати, Шафик, почему арабский язык назван чистым, то есть чистый арабский язык? Ну, я думаю, что, ну, есть в священном Коране такой аят, который не спасло Всевышний. Он сказал так, поистине, вот, мы не спасли знамение, наше знамение, и поистине мы его и сохраним. Вот здесь мы понимаем, если мы берем Куран, то сохранение текстов Корана взял на себя сам Всевышний. Сам Всевышний. Поэтому, поэтому, и это в основе литературного арабского языка лежит язык Корана. Остану диалекты, это да, различные представители, там, субэтносов, они говорят о своих диалектах, но литературный арабский язык, вот в основе литературного арабского языка лежит язык Корана. Поэтому, получается, сам Коран охраняется Всевышним, он взял на себя это обязательство. Таким образом, через Коран сохраняется чистота самого языка. И вторгаться в него практически невозможно. Вот такая взаимоподдержка интересная. И даже вот сегодня, когда можно вторгаться в ту или иную область, вот в область языка Корана, трудно вторгаться. Хотя эти попытки, мы видим эти попытки, как некие комментарии, как комментарии даже и на арабском языке, в том числе, как и комментарии, допустим, при переводе смыслов священного текста Корана. Есть попытки вторжения. Но я абсолютно уверен в том, что в чистоту языка Корана никто не может вторгаться. И я даже воспринимаю это как некую пену, допустим. Те попытки, которые сейчас выдавать псевдо-исламские такие лозунги со ссылкой на священные тексты Корана, вот они, те, кто пытается это сделать, им этого не удастся. Вот чистота религии, чистота Корана и чистота языка. Они взаимосвязаны. Мне в связи с этим становится иногда грустно, что многие мусульмане читают Коран в переводе на русский язык и считают, что этого достаточно. То есть то ли они боятся изучать арабский, то ли им кажется это непассивным. Но даже небольшое поверхностное вхождение в арабский язык, пусть даже в несовершенстве ты его знаешь, но оно дает вкус изначальности. Да, конечно. Поэтому-то и в традиционных мусульманских семьях начало знакомства с исламом именно ориентировано с изучением языка Корана для того, чтобы читать Коран. Если даже ты не понимаешь смысл Корана, то от этого, от этого значимость, значимость того, что ты читаешь Коран именно на языке оригинала, она не умаляется. Эта значимость не умаляется. Если разум не понимает, то душа все равно чувствует. Конечно. Почему? Потому что это, ну вот, язык Корана, арабский язык, язык неспослания священной, этого священного писания, он настолько, настолько близок к природе человека, то, читая вот на арабском языке текст Корана, у человека намного, если даже он не понимает этот язык, восприятие самого Корана становится, это совсем другое. Даже еще сама мелодика важна. Она настолько, мне кажется, даже исцеляющая, можно сказать, да? Конечно. Почему? Потому что, вот, когда же был, началось неспосылание священных текстов Корана, некоторые арабские вот эти поэты, которые были знамениты в период нашего пророка, Мухаммадаш Алиллах 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 Алиллах, они же пытались, они пытались прежде всего соревноваться с языком Корана, вот, а второе, второе, они не просто пытались соревноваться, они пытались таким образом вот своими какими-то действиями, созданиями, да, уникальных каких-то своих произведений задавить язык Корана, сказать, что это не не священные, это не от Бога, не от Всевышнего, но им этого не удалось, почему? Потому что язык, божественный язык священного Корана, его никто не может подделать, его никто не сможет заменить. Вот, поэтому мы говорим вот, язык Корана, арабский язык и вот удивительность, удивительные свойства этого языка. И даже мы можем сказать, что язык Корана, он поэтичный, но при этом он не поэзия. И даже были попытки перевести с арабского на русский в виде поэтических строк священный Коран. Ну, эти попытки в чем-то хороши, в чем-то несовершенны, потому что все равно он не является поэзией. И помните, даже был аят «Нет, ты не поэт». Да? Да. Хорошо, создавал очередной коварный вопрос. Мы сегодня с вами о многом говорили, но на ваш взгляд насколько арабский язык, да, как бы, ну, исламская культура очень широкая понимание, арабский язык, наследие, насколько оно тесно переплетено с историей России, а может быть, и с настоящей Россией? Я хочу сказать, что исторически, исторически арабский язык присутствует в культуре народа России давно, более тысячи лет. И не зря, наверное, и наверняка президент Российской Федерации Владимир Владимирович говорит о том, что ислам является частью культурного кода России. Для того, чтобы стать частью культурного кода российского общества, значит, ислам должен присутствовать уже не один век. И на самом деле, исторически сложилось так, что ислам, естественно, если ислам присутствует и становится частью культурного кода российского общества, то, естественно, и язык присутствует в обществе России и в истории России не первый год. А так, в общем, можно сказать, что более тысячу лет. более тысячу лет. Это, если мы будем отсчет даже с неофициально, неофициально появления арабо-мусульманской войск на юге современной России, современного Дагестана в седьмом веке, в конце седьмого века, во второй половине седьмого века, то это очень, очень интересная, история. Первое, второе, да, ну, тогда тоже воспринимали и через войны, вот, но мы имеем факт исторический по принятию, официальному принятию ислама волжской Булгарии в конце десятого века. Вот там мы не можем не говорить о том, что арабский язык становится языком переписки государства. Николай Савченко, сейчас многие наши зрители с вами, наши с вами зрители не смогут провести вот эту параллель, да, то есть, я правильно же понимаю, получается, что арабский язык это язык торговли того времени, культуры, науки. Не только, не только, арабский язык становится языком политических вот этих связей, арабский язык становится языком торговли, арабский язык становится языком религий. Просто многие же не до конца понимают вот эту связку, допустим, вот они сейчас, я прям уверен, Елена сказала науке, я думаю, очень многие сейчас удивились и готовы с нами поспорить, но, понятно, допустим, что, допустим, понятно, с народами, которые исповедовались у нас на Кавказе, в Овске, Булгария, все наши просветители, ученые, они в первую очередь получали же сначала исламское, да, но только та же история была, насколько я помню, и в православной среде, да, то есть они получали образование от кого? От священнослужителей, да, как бы, то есть это в нашем случае это медресе, и практически все образованные люди того времени, они, безусловно, были образованными с точки зрения религии, правильно, и многие записи, причем вот, Лена сегодня сказал очень прекрасно факт про Афанасия Никитина, да, то есть многие образованные люди того времени, они делали записи на арабском языке, где-то даже это официально было есть. мы сегодня можем говорить о том факте, почему на шлеме Александра Невского написан аят из священного города. Откуда взял все это? Из музея? Я готов подготовиться на следующую передачу. Это исторический факт. Да, это исторический факт от музея. Даже есть и некоторые такие моменты, я не хочу сейчас, не могу утверждать, поэтому, поэтому, даже те времена, в тот период развития российского государства и этот арабский язык, арабский язык, не был совершенно чуждым для нашего российского общества. И это, наверное, ключевой момент сегодняшней нашей встречи, что интеграция культурная происходит не сегодня, не 10 лет назад. Даже если оглядываться вот так, те, которые хотят сегодня нагнать страх от ислама, они должны задуматься, что этого страха нет и не было, и никакого, нет никакого основания для того, чтобы этот страх присутствовал в нашем российском обществе. Вот. Я хочу вот так сказать. И, как я и отметил чуть-чуть ранее, да, народы Российской Федерации, этносы, которые исповедуют ислам, вот для них исламская культура, исламская философия в гармоничном сочетании с этнической философией, этнической культурой, они все стало основой современной культуры наших народов, исповедующих ислам. Вот. А, как мы говорили, неоднократно мы отмечали, это невозможно без языка. Таким образом, таким образом мы имеем уже многолетнюю, даже тысячелетнюю историю присутствия ислама и арабского языка в российском обществе. Более так углубляться в какие-то исторические моменты развития нашего общества, нашего государства я не стал бы. Но я думаю, что для того, чтобы оглянуться как-то и посмотреть, и увидеть вот эту, прочувствовать историю присутствия арабского языка в нашем обществе, пока я думаю, что это и присутствие не только религиозного, да, что мы говорили, а и в культурном пласте, и в бытовом, потому что торговля, на самом деле, это же очень широкая история, и культурная, и научная, и торговля, в то время купцы, это были не просто люди, которые здесь взяли, а там отдали, это были люди, которые открывали континенты, которые открывали целые территории и несли. Совершенно верно. Да, и когда возникает вот этот вопрос, иногда слышно, у людей возникает опаска по отношению к арабскому языку, и единственным ответом на то, опасен ли арабский язык для российского общества, является, на мой взгляд, только один ответ. Конечно же, если вы погрузитесь и выучите этот язык, то вы поймете всю его красоту, всю его суть и всю его силу, и тогда он станет для вас не опасен. Опасно незнание, потому что через незнание во все это вкладываются ложные смыслы, трактовки вредные и действительно опасные. А когда мы знаем, когда мы открываемся к этой культуре, просто даже ради интереса, то все становится ясно, понятно, логично и прекрасно. Елена, вопрос вам вот прям как эксперту. Нужен ли сейчас, чем привлекателен арабский язык в России, мы уже разобрали вопрос с точки зрения религии, но в преклонном смысле дает ли он какие-то преференции на ваш взгляд, вообще приходят ли к вам изучать его люди, которые не связаны с исламом? Да, в последние годы популярность арабского языка очень выросла, и я это вижу по своей онлайн-школе, потому что люди стали интересоваться арабским языком. Раньше это было либо с точки зрения религии, либо девушки выходили замуж за арабов, уезжали в арабскую страну и учили, соответственно, арабский язык для бытовых целей. А сейчас многие люди изучают арабский язык для развития бизнес-связей, и сегодня мы видим, как я говорю, все пути ведут сейчас на восток, поэтому, конечно, арабский язык популярен, полезен, и в этой связи хотелось бы обратить внимание на семейную форму обучения арабскому языку. Очень здорово учить арабскому деток, и это может быть как у мусульман, так и не у мусульман. То есть, для мусульман это естественно. мы знаем, что мусульманские семьи учат своих детей читать аяты Корана, и поскольку сам по себе вот этот язык, он очень гармоничен, и даже если ребенок не понимает то, что он изучил, у него просто сам вкус, красоты вот этого языка, он ему дает вкус жизни, и поэтому с детства очень полезно учить детей арабскому языку, плюс еще арабская азбука, арабский алфавит. Для детей это хорошая игра и замечательное времяпрепровождение, но... А мы знаем, что у нас есть какая-то новаторская история даже с табличками про арабскую азбуку. Раскрывайте свои секреты и показывайте. Да, я когда-то создавала так называемую азбуку арабской мысли, но это, не знаю, это немножко такое в разработке у меня. Как я делала? Я брала буквы арабского алфавита, а в арабском алфавите 28 букв. И вот я, допустим, писала буква эльф, и к ней я давала историю, то есть не просто там буква эльф, ананас, ну как и бывает, буква-слово, буква-слово, то есть можно, конечно, там ананас сказать, причем интересно, что ананас и по-русски, и по-арабски это одно и то же. Универсальное. Да, универсальное слово. Но можно сказать что-то более полезное. Вот допустим, эльф, имэн, имэн это вера, и мы рассказываем и о букве алфавита, и сразу посвящаем детей, и заодно их взрослых тоже, потому что взрослых тоже часто отсутствует понимание, то есть знание поверхностное есть, каких-то слов обычных, но нет глубинного понимания. И вот мы рассказываем семье, что это значит. И ребенок учит и буквы арабского алфавита, и одновременно немножечко погружается в терминологию, а значит смыслы, то есть это такое смысловая азбука, можно сказать. И вот 28 букв алфавита, терминов, на котором базируется мусульманская философия. Ну, такая тема. Я считаю, вы знаете, что еще интересно, что сейчас арабский язык изучают далеко не только мусульмане, часто это люди, для которых ислам не является традиционной религией, и они через изучение арабского языка начинают интересоваться исламом с точки зрения культуры. Но не обязательно многие, допустим, люди, которые учат арабский, не обязательно они становятся мусульманами, но их кругозор расширяется, то есть возникают вопросы к своей собственной жизни, о своей собственной культуре, то есть начинается сравнение, и это сравнение, оно очень полезное, оно помогает нам свои, кстати, традиционные ценности возрождать, потому что оказывается, что даже если посмотреть на российскую культуру и на арабский мир, то мы в какой-то степени мы зеркальны друг к другу и мы друг друга поддерживаем в своих ценностях, и мы друг друга усиливаем, то есть когда мы смотрим на арабов, вот как они живут, да, и вспоминаем, как будто это у нас было сто лет назад, и мы вспоминаем свои ценности через прикосновение, просто через наблюдение за арабской культурой, то есть я считаю, что очень полезно погружаться в эту культуру, для нас она является такой добрый, поддерживающий, то есть не разрушающий нас. Сейчас я вижу, что люди начинают заинтересоваться именно восточной культурой, и я считаю, что из всех культур нас окружающих для нас это наиболее гармонично поддерживающий именно наш духовный код. Вы согласны, Шеф Кузьевич? Да, конечно, конечно, обязательно, причем потому что мы сегодня неоднократно говорили, что исламская культура она плетена вот это в нашу этнокультуру, и если даже вот язык, мы понимаем, что много арабизма присутствует в языках народов, в этих родных языках народов. Конечно, да, 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 Китаб, Думья, Имма, все это, это все осталось, осталось, и порой даже люди думают, что чуть ли не арабы переняли у нас, вот что такое, вот настолько органично все это вот вплелось друг в друга, поэтому это чудесно, это хорошо, и сегодня тоже в сложной ситуации меня что радует? Меня радует то, что арабо-мусульманский мир понимает, как минимум понимает ситуацию в России, а в основном, в основном они поддерживают Россию в той сложной ситуации, в которой сегодня мы оказались. Почему? Потому что наши традиционные ценности, ценности, они одинаковы. Независимо от того, исповедуют они христианство, исповедуют они ислам, это все вот наше, вот такое основа одна, одна. И это чудесно, и я надеюсь, надеюсь, что и в дальнейшем у нас будет только сближение. Восток дело тонкое, но у нас есть взаимопонимание. Как мы и сегодня тоже говорили, общество должно защищаться, а ислам, ислам ориентирован на защиту общества, на защиту тех ценностей, которые мы называем традиционными ценностями наших российских народов, которые отражены, которые прописаны в указе номер 809, подписанных президентом Российской Федерации 9 ноября 2022 года. Это вот наша ценность. И вот я думаю, что в дальнейшем мы вот на этом и произойдет наше сближение, наш культурный обмен, вот межкультурный обмен, межкультурная коммуникация наша будет происходить именно на том, чтобы защитить наши традиционные ценности. Я сейчас подумал о такой страшной вещи, знаете, что недавно было открытие Олимпиады, вы, наверное, видели, это макобесие, я вот сейчас подумал о том, что такое открытие Олимпиады, мне кажется, невозможно ни в русском мире, ни в исламском. Если я могу представить его не только в Англии, не только во Франции, но и в Англии, и в Америке, еще где-то, то, допустим, в русском мире, в России, в Беларуси, я не могу себе представить. И не могу себе представить его на территории исламского мира. Наверное, это как раз вот, это сейчас вот такие у меня ощущения, не знаю, даже войдет это в выпуск, но мне кажется, как раз это о том, что о наших корневых ключах, да, что как бы, это даже не политическая история, это история каких-то корневых прописанных кодов. Да, и я тоже вчера об этом думала, потому что мне вспомнилось арабское слово сабр, которое часто переводится как терпение. И вот нам сейчас навязывают терпимость, терпимость, да, и под разными соусами, но, вы знаете, вот есть два корня. Сабара – это быть стойким, мужественным и стоять на своем, то есть, в этом смысле. А есть корень истахмаля. Истахмаля – это вот, когда тебе, что тебе не сказали, ты все это терпишь. И это нехороший корень в арабском языке. Истахмаля. То есть, негативный. Ну, не в том плане, что негативный, да, но он такой, знаете, как бы, терпит и терпит, да. Вот. Он не добавляет человека уважения, потому что в Коране говорится именно про сабр, там не говорится, что истахмелю, да, то есть, вот терпите все, что вам выпадет, не противляетесь. Там такого нет. Там нет призыва истахмелю. Там есть призыв именно к терпению, к стойкости, к мужеству и вот стоянии на своем. Когда ты чувствуешь свои ценности, ты на них стоишь. Шафик Айвайсович, а можно я вас сейчас спрошу, вот какие вы три главных ценности выделите исламских? Исламских, ну, прежде всего, это, конечно, я считаю, что это человек сам, это ценность удивительная, его жизнь, его жизнь и, на самом деле, собра, стойкость. Вот это, конечно, много можно от этого обозначать, но если вот так вы сказали три, я считаю, что эти три ценностей, это действительно можно обозначить как основа полагающейся, на которых вернусь. А я сейчас тоже подумала о том, что, вот если бы меня спросили, я бы сказала, наверное, скромность, стойкость, доброта. И в первую очередь, мне кажется, даже скромность. Потому что сейчас так не хватает этого, то есть сейчас наоборот всех людей побуждают, там, выделяйтесь, проявляйтесь, вот это бесконечно. Они могут вот это варьировать, варьировать, у каждого есть свое вот это. Вот эта традиционность, так бы хотелось ее вернуть и вкус ее показать людям о том, что скромный человек, он ценен. Да. Дорогие наши зрители, мы сегодня завершаем нашу беседу. Надеюсь, что она была интересной вам. Как мы говорим, говорили в самом начале, мы будем говорить о сложных вопросах просто, доступно. И мы готовы ваши замечания получить, учитывать в дальнейших наших передачах и беседах и обсуждать, и обсуждать. Поэтому я призываю вас, подпишитесь на наш канал, присылайте нам ваши вопросы, мы ждем вас. субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok